Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Паша Фриман на связи. И сегодня настало время сравнить все Абрамсы, которые вышли в игре на момент записи видеоролика. А именно их вышло 7 штук. И меня, честно говоря, создание этого ролика немножечко разочаровало. А почему? Узнаете в процессе просмотра. И перед началом не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Также оставляйте какие-нибудь комментарии во время просмотра ролика, потому что это очень помогает продвижению. Также подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылки есть в описании. А если хотите получать видеоролики по раннему доступу, а также эксклюзивный контент, то подписывайтесь на мой Бусти. Ну и, конечно же, по классике, если вы планируете что-нибудь приобретать в Артандере, в Инлист или в Красауте, то делайте это по моей реферальной ссылке. Таким образом, вы получите небольшую скидку и мою блогерскую наклейку в подарок, если покупаете что-то в Тундре. И давайте начинать. В общем, танков Абрамс у нас целых 7 штук, а именно М1 Абрамс, М1А1, IPM1, М1А1 АИМ, это полковой, М1А1 ХС, М1А2 Абрамс и М1А2 СЭП. Вот такое вот большое количество Абрамсов у нас с вами в игре. Ну и по классике мы с вами начинаем сравнивать их с мощностью двигателя. Абсолютно на всех машинах от первой до последней мощность двигателя 1519 лошадиных сил. То есть двигатели у нас с вами совершенно никак не меняются. Далее посмотрим с вами броню чистого металла на корпусе. И по сути у нас только два значения есть. Это самый первый Абрамс и все остальные. В общем, на самом первом М1 Абрамсе у нас во лбу 145 мм брони, в бортах 62 и в корме 31. А на всех остальных моделях Абрамса у нас брони 133 во лбу. А на всех остальных моделях Абрамса во лбу корпуса у нас 133 мм брони, в бортах по 62 и в корме тоже 31. То есть у нас с вами отличается только толщина лобовой детали корпуса. Все остальные значения у нас с вами равны. Броня башни здесь ситуация такая же. У самого первого Абрамса М1 лоб башни у нас 145 мм, борта тоже 145 мм и корма всего 12 мм. А на всех остальных Абрамсах у нас чуть поменьше броня. 133 мм в лбу башни, 133 мм в бортах и 12 мм в корме. То есть, как видите, значения практически не изменены, но у всех остальных Абрамсов, кроме самого первого, броня стала по той же. Именно металлическая часть ее. Далее рассмотрим динамическую защиту. Ее нет ни на одном Абрамсе, кроме М1А2 СЭП. На всех остальных Абрамсах у нас есть только композитные экраны толщиной 65 мм, которые закрывают нам часть бортовой проекции. А на топовом М1А2 СЭПе у нас установлен комплект для городского боя ТАСК, который добавляет защиту пулеметчиков, а также добавляет бортовую броню динамическую АРАД, который дает 20 мм от кинетики и 400 мм дополнительной брони от кумулятивного воздействия. И далее мы с вами переходим к комбинированной броне корпуса. Абсолютно на всех танках от самой первой до самой последней модификации у нас с вами одинаковый состав бутерброда. А именно катанная гамагенка 32 мм, потом комбинированная НР на 360 мм и 101 мм снова катанной гамагенки, что дает суммарную толщину бутерброда 493 мм. Абсолютно на всех танках Абрамс. Далее у нас идет комбинированная броня башни. На самом первом Абрамсе у нас идет такой состав. Катанная гамагенка 38 мм, далее комбинированная НР 360 и снова 101 мм катанной гамагенки, что дает нам суммарно 499 мм брони в бутерброде. И как вы понимаете, от брони корпуса состав лба башни у Абрамса не поменялся. А на всех остальных моделях Абрамса у нас состав наполнения такой же, только толщина у него увеличивается. Сначала у нас идет катанная гамагенка 38 мм, потом комбинированная НР на 800 мм и снова катанная гамагенка на 101 мм, что суммарно дает бутерброд толщиной в 939 мм в щеках башни у Абрамса. Про наполнение маски, бортов и кормы башни я вам говорить отдельно не буду, но она одинаковая абсолютно на всех машинах. То есть там уже отличий никаких тоже нет. Так что, как мы с вами видим, по сути обычный Абрамс просто менее защищенный, а по всему остальному у него пока что все то же самое, что и у всех остальных Абрамсов. Но далее посмотрим перезарядку. На Абрамсе М1 и на Абрамсе IPM1 у нас с вами установлена 105 мм пушка. У нее перезарядка 5,3 секунды. На Экспертах автомата заряжания у нас нет, соответственно, если нам выбивают заряжающего, то перезарядка у нас значительно увеличивается. А на всех остальных моделях Абрамса у нас уже установлена 120 мм пушка. И перезарядка будет чуть подольше. 6,4 секунды на Экспертах. И соответственно тоже автоматов заряжания у нас с вами на них нет. Далее переходим к максимальной скорости. И здесь отличие только у первого Абрамса. У него максималка самая большая, 72 км в час. А задний ход 38 км в час. А максимальная скорость всех остальных танков Абрамс 68 км в час. То есть она уменьшается на 4 км. А все остальные модели Абрамса обладают максималкой в 68 км в час передним ходом. Задний ход у всех машин одинаковый, до 38 км в час. Далее рассмотрим массу танков. На таких машинах как М1 Абрамс и IPM1 у нас вес одинаковый. 56,7 тонны. Они являются самыми легкими. Далее у нас идет М1А1 Абрамс. У него вес увеличился до 59,4 тонны. Следующий по увеличению массы у нас идет М1А1 HC. У него 61,2 тонны. Еще чуть более тяжелый М1А2. У него 61,7 тонны. То есть на 500 кг больше предыдущего. Далее у нас идет М1АИМовский. У него 62 тонны веса. И самый тяжелый Абрамс это М1А2 СЭП. У него вес 65,5 тонн. И отсюда мы делаем с вами вывод, что самые быстрые танки это IPM и 1 Абрамс. То есть у них удельная мощность самая лучшая. Хотя на самом деле в геймплее вы не так уж сильно будете это замечать. Далее переходим к тепловизорам. Тепловизор второго поколения с HD картинкой у нас установлен только на двух танках. Это на М1А1 АИМ полковом и на топовом М1-2 СЭП. Там самый лучший тепловизор. На всех остальных версиях танка у нас, к сожалению, первое поколение тепловизора. Что не дает нам качественную картинку на большой дистанции. Далее переходим к топовому ломику. У самого первого Абрамса у нас с вами ломик М774. На 365 мм бронепробитие с 500 метров. Что является самым слабеньким показателем. На танке М1А1 со 120 мм пушкой у нас имеется снаряд М829А1. У него 589 мм бронепробития с 500 метров. Далее мы переходим к Абрамсу АйПМ1. И у него 105 мм ломик М900 с бронепробитием 513 мм с 500 метров. На танке М1А1 АИМ у нас с вами используется ломик КЕW на 569 мм бронепробития с 500 метров. На танке М1А1 ХС такой же ломик как и на М1А1. М829А1 на 589 мм бронепробития с 500 метров. Ну и самые топовые ломики у нас будут использоваться на танках М1А2 и М1А2 СЭП. У них в номенклатуре снарядов есть М829А2. У него бронепробитие с 619 мм с 500 метров. И они являются самыми пробивными. Что же касается наличия ПТУРОВ, ни на одной версии Абрамса их нет. Далее переходим к скорости поворота башни. Абсолютно на всех моделях Абрамса в игре у нас скорость поворота башни 37,6 градусов в секунду. Что является хорошим показателем и позволяет на этом танке быстро реагировать на внезапную опасность и играть в городских условиях. Также у нас на всех танках вертикальные углы наведения тоже одинаковые. От минус 10 до плюс 20 градусов. Что позволяет нам играть от укрытий и от складок местности. И неплохо поднимать орудие вверх для сбития, например, какого-нибудь низколетящего вертолета. Далее переходим к скорости вертикального наведения, которая тоже одинаковая. Все пушки поднимаются и опускаются на всех машинах со скоростью 23 градуса в секунду. Что является очень хорошим показателем. Но не самым лучшим на топах. Что же касается оптики наводчика. Она, к сожалению, тоже одинаковая на всех машинах. Отличий никаких нет. У нас кратность прицела от 3 до 10. И угол обзора от 25 до 7 градусов. В зависимости от того, какое у вас будет использоваться приближение. Что же касается домовых завес. У нас все машины, кроме танка М1ХТ, имеют 12 гранат и отстреливаются они по 4 штуки. А на версии М1А1ХТ 16 гранат и тоже они отстреливаются по 4 штуки. То есть на один сброс больше. Что же касается наличия зенитного пулемета крупного калибра. Он есть абсолютно на всех машинах. И это пулемет М2ХБ. Далее приходим к наличию системы предупреждения об облучении. Она же СПО. Ни на одном танке Абрамса ее просто нет. Следующее мы посмотрим наличие комплекса оптикоэлектронного подавления. Он есть только на танке М1А1ХС. На всех остальных модификациях его нет. Ну и последнее у нас осталось наличие комплекса активной защиты, он же КАС. Его нет ни на одной версии танка. И на этом сравнение Абрамсов у нас с вами закончено. Как видите, разница у них особо-то и небольшая, как оказалось. Те же, например, 72-ки намного сильнее отличались друг от друга. Ну и давайте расставим эти машины по порядку. Какие самые лучшие из них, какие похуже. Самым лучшим Абрамсом на момент записи этого ролика я считаю танк М1А2 СЭП. Разумеется. Что логично, это самая топовая машина с динамической защитой бортов, с тепловизором второго поколения с хорошей картинкой, с самым лучшим лобиком. Ну а все остальное у него такое же, как и у всех. Поэтому он просто на первом месте за счет более серьезной защиты. И находится он на бывом рейтинге 11.0. Второе место я отдаю Абрамсу М1А1АИМ полковой версии. Потому что у него тоже тепловизор второго поколения. При этом у него достаточно хороший ломик на фоне остальных. А все остальные характеристики у него такие же. Просто у этого Абрамса лучшая обзорность в тепловизоре и отличные снаряды. Ну и боевой рейтинг у него 10.7. Следующий Абрамс на третьем месте я бы поставил М1А1ХС. Во-первых, у него есть дополнительный бульдозерный отвал, который может немножечко иногда помочь танкануть какой-нибудь ПТУР, либо фугас, или кумулятивный снаряд. Также у него хорошие ломики с отличным бронепробитием. И есть комплекс оптикоэлектронного подавления. То есть все ПТУРы, у которых нет помехозащищенности, будут уводиться от нашего танка. Если мы будем смотреть в сторону стреляющего противника по нам. Но, к сожалению, помехозащищенные ПТУРы до нас долетают вполне без проблем. И боевой рейтинг ХСшки у нас тоже 10.7. Следующее четвертое место я отдаю Абрамсу М1А1. У него тоже боевой рейтинг 10.7. И он идет сразу же после самого первого Абрамса. А доиграет четвертое место, потому что у него, опять же, отличные ломики, 120-мм орудие. И просто сам по себе он очень даже неплохой. На своем БР вполне приличная машина. Следующее место отдаем Абрамсу М1А2. Просто потому что он почти такой же, как Сэповский, но, по сути, в нем ничего интересного нет. Ни тепловизора второго поколения, никаких-то уникальных снарядов, ни динамической защиты. Но на своем боевом рейтинге 11.0 он играется хорошо. Ну и самый фиговый среди всех Абрамсов, я считаю, М1 самый первый. Из-за того, что он самый незащищенный, то есть, советую, его прям вообще разносят жестко. У него также тепловизор первого поколения. У него самый слабенький ломик с довольно спорным бронепробитием и не особо хорошим уроном. Но, с другой стороны, он является самым быстрым. Но, если так задуматься, то это единственный Абрамс, который может попасть на боевые рейтинги 9.0-9.3. Где он будет неплохо разносить. Так что, с одной стороны, да, он как бы самый фиговый среди Абрамсов. Но по геймплею он вполне неплох и может, наверное, даже пойти где-нибудь на второе или даже третье место по удобству использования. Тут уж решайте сами, исходя из его характеристик. И вот такой вот топ у меня получился. В общем, если так обобщить все Абрамсы, там, типа, стоит ли их вообще качать? Да, друзья, все Абрамсы стоит качать. Все машины Абрамс очень хороши при активном геймплее. Неплохо работают с дистанцией. Но просто у некоторых из этих машин это получается чуть получше. Ну, а так, по сути, можете качать все Абрамсы. Потому что можно из них просто составить себе сетап прямо из 7 машин. Прямо в один бой их все берите. На всех можно будет нормально играть. Просто вот все, что меня расстроило, это то, что Абрамсы, по сути, все одинаковые. То есть броня у них, кроме самого первого Абрамса, одинаковая, за исключением СЭПовской версии. Перезарядка одинаковая. Максимальная скорость вперед, максималка назад. Почти у всех тепловизоров первого поколения, за исключением двух модификаций. Снаряды почти одинаковые. Скорость порота башни, углы, вертикального наведения скорость, вертикального наведения оптика. Домовые гранаты, пулеметы. Короче, все у них одинаковое. Это просто один и тот же танк, который много-много раз повторяется с минимальнейшими просто изменениями. По сути, у них там еще есть отличия в разном количестве пулеметов. Но, опять же, на геймплей это абсолютно никак не влияет. Вот такой вот получился у нас ролик со сравнением Абрамсов. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои социальные сети. В особенности в Телеграм, в группу ВКонтакте и на мой Дзен. Ну а с вами был Паша Фриман. Всем удачи, счастливо и пока-пока.